Продолжение следует... 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 — Натолкнулись случайно? Или, может быть, все-таки были какие-то предположения? Как произошло открытие? — Случайно. Абсолютно случайно. Дело в чем? Почему мы не нашли его в прошлый раз? Значит, в 80-е годы в результате ремонта и достроительства речного порта, ну, вы знаете, что был речной порт. Здание речпорта было построено из здания бывшей церкви Святого Василия Миссионерской церкви. Значит, здание речпорта достраивалось, расширялось. И когда фундамент здания пришел в негодность, его ремонтировали. Ремонтировали практически полностью, перебрав здание и полностью перекопав весь фундамент, поставив свай на таких мощных опорах. В общем, наши раскопки-то 2004 года, они, собственно, это раскопки культурного слоя, сохранившихся между довольно большими траншеями фундамента. Значит, и очень четко в этих вот осях находились стены. То есть их выкинули еще в 80-е годы при ремонте речного порта. Почему это так произошло? Потому что это были единые архитектурные оси. То есть Абдорский острог, церковь Петра и Павла и Васильевская церковь. Ну, в XIX веке, когда начало развиваться село Абдорское, в одном и том же здании Васильевской церкви, миссионерской, была церковь горожан, которая носила имя Петра и Павла. В честь Петра и Павла предел был. И в честь святого Василия. Вот. И поэтому вот это все строилось в единых осях. И поэтому так попало, что одна из осей стены была полностью уничтожена и не попала к нам в раскоп. Вот. Мы, так скажем, расширили в соответствии с техническим заданием новым. Вот. И, да, к своему удивлению нашли стену, которая совершенно точно свидетельствует о том, что это укрепление, сделанное русскими первопроходцами. А какой у нее размер? Ну, давайте так. Размер мыса-то не очень большой. Да. И крепость там большая не могла стоять. Вот. Что мы знаем по документальным источникам и что мы знаем, в принципе, о строительстве и укреплении, например, по XVIII веку. Да. Ну, в любом случае, это казенные сооружения. Казенные сооружения все имели проекты, особенно в XVIII веке. Вот, например, хорошо известный Пустозерский острог имел размеры 20 на 20 сажен. То есть это примерно 45 на 45 метров. Вот такая была крепость. Да, там был еще ров, вал, там были стояли рогатки там и все такое прочее. Абдорский острог, который построился по указу императрицы Аннеоновны в 1731 году, имел размеры 15 на 20 сажен. То есть 30 с небольшим на 40 с небольшим метров. Нашли ли мы этот острог, или здесь еще был другой острожек, укрепление. Вот прямо сейчас сказать не можем. Очень часто, да, вот я уже сказал, что здесь не может быть острога. Вот. После раскопок, да. А он тут оказался, да. Поэтому, в общем, я не берусь вот сейчас без научных дендрохронологических исследований, да, точно его датировать. Что-то только не бывает в истории, каких только не бывает вот таких вот совпадений. Поэтому впереди не будем забегать. Но это в любом случае, это крепость примерно вот таких вот небольших размеров. Максимум там 45 на 45 метров. А сохранность хорошая? Есть ли чем поработать? Ну, у нас основание, у нас есть основание стены. Основание стены сделано из местной древесины, из лиственницы. Вполне себе приемлемой сохранности. То есть, это то, что можно сохранить, можно сделать окно в прошлое. У нас сразу же возникло такое предложение, что в рамках музейного комплекса хорошо было бы сделать окно в прошлое. У нас в столице нашей Родины сделано, музеифицировано, если не ошибаюсь, порядка 36 археологических объектов. Разнообразных окон в прошлое, подземных музеев и чего только не сделано. Вот, поэтому это хорошая практика, она находит отклик у горожан, я имею в виду жителей столицы. И стена, например, стена Белого города, да, в Москве, она музеифицирована в нескольких местах. Да, есть чудесный музей, маленький музей стены Белого города в Заряде. Есть отдельно раскопанная стена, там сделан амфитеатр и такое излюбленное место открытого отдыха горожан и гостей столицы. Поэтому сохранение фрагмента стены, это, я считаю, что это такая важная задача. И она вполне себе соответствует, так скажем, тому месту, которое Острог занимает в городской среде современного Салихарда. То есть здесь же у вас музей, архитектурно-музейный комплекс, который был построен совершенно на удачу, отвлечённую. И здесь же, да, вот спустя 20 лет нашлось археологическое подтверждение, таки был Острог. И прямо здесь, вот вам окно в прошлое. А как в таком случае сохранить, да? То есть, ну, стена Белого дома, да, тут же всё-таки древесина, хотя и лиственница. Ничего страшного. Среднегодовые температуры Салихарда позволяют. И сейчас существует масса способов сохранения вариантов обработки антисептиками, проваривания в полиэтиленгликоле. Ну, корабли целые достают, скандинавские дракары пропитывают и, соответственно, они сохраняются. Это не самая большая проблема. Самая большая проблема – это как бы принять административные решения. Мы это сохраняем, мы это позиционируем. Это для нас важно. Вот что необходимо для того, чтобы сохранить. Политическое решение, общественное решение, да, ну, громко говоря, политическое, общественное решение, да, для сохранения и дальнейшего изучения. Потому что мы всего-навсего выкопали, что это, как это было, как это выглядело, кто здесь жил, когда, когда построено, фамилии этих людей. Все подробности, связанные с функционированием Абдурского острога, Абдурской крепости, они сейчас, что самое важное, сейчас они обретают ландшафт, они обретают точку. Да, то есть я много смотрел документов, связанных с Абдурском, связанных с пунктом наисачного сбора, с взаимоотношениями, с коренными народами. Теперь эти события обрели рельеф, фон, они могут обрести, так скажем, они могут получить визуализацию. То есть все теперь у меня это в моем, так скажем, дополненном сознании, в дополненной реальности историка, да, археолога, они теперь возникают. И, соответственно, возможно реализация задачи, чтобы дополненная реальность исторического прошлого, да, стала достоянием всех жителей. Это выставка, виртуальная выставка, реальная выставка, это дополненная реальность в мобильном телефоне, в очках, там, каких угодно, это фильмы, это создание исторической живописи и графики, но уже в конкретном ландшафте, да, вот в реальном. То есть вот это событие в таком-то году произошло, и мы знаем, где оно произошло. Оно произошло вот здесь. Если вот говорить об дентрохронологическом анализе, кому доверите это дело? Сами будете делать. Мы очень давно работаем, уже 20 лет работаем с Сибирским федеральным университетом Красноярск. Там есть наш старый друг Володя Меглан, доктор наук. У него очень большая лаборатория, самое главное большое хранилище. Вся древесина, полученная в результате раскопок тех лет и новая, все будет храниться вечно в Сибирском федеральном университете в Красноярске. Вот еще одна находка. Это дом двухсотлетней давности, в котором некогда жил известный просветитель миссионер Иван Шимановский и его предшественник, священник Василий Герасимов. Насколько это значимо? Это уже событие нынешнего полевого сезона. Это неординарные личности. А в любом случае, сейчас попытаюсь объяснить и рассказать эту историю чудесную, особенно про Герасимова. Дело в том, что, так скажем, археологические исследования на Севере у нас, как известно, первый исследователь – это мистер Шмидт. Это тоже участник Великой Северной экспедиции. Он занимался археологическими исследованиями в XVIII веке, но все, что проходил по этим местам, в том числе. То есть он держал свой путь по Аби, в том числе проходил через Мангазею в Красноярск потом. Но из его наследия ничего не осталось. Точно так же это был приглашен иностранный специалист. Точно так же мы посмотрим на исследователей Севера. В основном это иностранные специалисты из Венгрии, Швеции. Коллекции вывезены, хранятся в Стокгольме, в Будапеште. Собственно, наши российские археологические исследования и, в частности, на Севере-Западной Сибири, они были начаты представителями Русской Православной Церкви, священниками. И первый открытый лист императорской археологической комиссии был получен священником Герасимовым. Кстати, он потом служил на Сосьве в Щекуринской Церкви и был местным по происхождению. То есть он имел ластиков в своем роду. И он же написал, если не ошибаюсь, первую книжку про Абдурск. То есть Иван Шимановский, отец-серенарх, в какой-то степени продолжил это дело. Шимановский тоже много написал трудов и он основал первый музей. То есть это движение православных миссионеров. То есть, по сути дела, они были основоположниками российской археологии Севера. То есть мы их воспринимаем как своих, так скажем, коллег. И они выполняли благородную миссию. То есть у них не было какой-то такой жесткой задачи всех перекрестить. То есть это просвещение, прежде всего. Просвещение без изучения народа невозможно. То есть они, причем они занимались-то изучением не только коренных малочисленных народов. Стеков, самоедов, нет. То есть были созданы первые словари, выпущены истории Абдурска. То есть вся история их интересовала. То есть это было такое подвижничество. Это с них не требовалось. Для миссионеров не стояла задача. Задача объяснить слово Божие. Но они воспринимали свою миссию намного шире. Как миссию исследовательскую, просветительскую. Шимановский, да, дошел до того, что создал первый музей. И что важно, этот музей сейчас существует и носит его имя. Поэтому находка дома Шимановского, на мой взгляд, где он жил, где занимался просветителем, ну, это для Салихарда важная находка. Его невозможно сохранить. Можно сохранить только детали, сохранить отдельные артефакты. Но мне кажется, что и музейный комплекс, и музей имени Ивана Шимановского украсит постоянная экспозиция, где будут подлинные предметы, к которым он прикасался, подлинные какие-то вещи, связанные с его деятельностью. Ну и, естественно, разнообразные. Все это может быть дополнено исторической живописью, исторической графикой. И все это возможно, так скажем, опять же, сделать специальную экскурсию и специальный раздел туристического продукта, связанный с деятельностью Шимановского. Храм миссионерский, Васильевская церковь, дом священника. Это где-то рядом все? Это все в одном и том же месте. Все вот там, где в музейном архитектурном комплексе «Абдорский острог». Это все там. Ну вот все-таки, можем место определить поточнее, чтобы можно было понять, ну, где это? Вот прям вот... Все внутри. Чего? Где? Вот сейчас что там? Архитектурного комплекса «Абдорский острог». Но он на холме. Да. Вот все находится на этой территории. На вот этой маленькой территории. Все за забором. Там же, да, все за забором. Все там же. И «Абдорский острог» был. Там же и Васильевская церковь «Абдорского острога», позднее церковь Петра и Павла с пределами Василия. Миссионерская. Там же дом священника. Все там. Все в одном месте. Какие находки? Вот нам всегда интересно, что нашли вот помимо самого дома. А, помимо... Да, что там в доме было. Что, вы говорите, будет передано и будет определяться как вот это личные вещи? Ну, давайте... Там, конечно, много бытовых вещей. Разнообразных бытовых вещей. Ну, что вот так вот... Что запомнилось и что было таким интересным? Лампада. Такая красная рубиновая лампада. Точно такого же цвета лампады в новом храме. Я когда был на освящении и обратил на это внимание, мы достали вот эту вот красную лампадку, которая висела в доме священника, да, и она точно такого же цвета, как вот лампады в новом храме. Это вот такая интересная преемственность. Да, понятно, что церковь соблюдает традиции по цвету. Ну, вот так вот тут какая-то такая, так скажем, метафизическая связь в этом прослеживается в находке этой лампады, тем более, что совершенно, как бы, понятно, что отец Иринарх мог к ней прикасаться, зажигать перед иконой. Вот это вот, мне кажется, это интересно. Это вызывает какие-то ощущения такие вот, да, связи с прошлым, да, невидимые, такое, незримые, метафизические, но тем не менее. Тем более, что мы воспринимаем Ивана Шимановского и как, в общем, исследователя, да. Помимо этого, да, то есть, вот культурных слоев, датируемых в 18-м и 19-м веками, есть многослойная стоянка Салихарт-1, Остятский городок, Павловский городок. Да. В эти слои дошли? В эти слои. Что там было? В эти слои мы углубились, да, слои чрезвычайно насыщены артефактами. То есть, у нас местами под слоем асфальта идет просто слой битой керамической посуды, да, эпохи Великого Переселения или эпохи, то есть, Полуйской эпохи, эпохи вот скифосарматского времени. Это какие тысячелетия? Это, ну, первые века до нашей эры, первые века нашей эры. Вот эти вот, грубо говоря, там, с 7-го, 6-го веков до нашей эры, до 6-го, 7-го века нашей эры, это место было заселено, было заселено, и причем довольно плотно. Под этими слоями, под слоями скифосарматского и эпохи Великого Переселения Народов находятся слои, стоянка, собственно, стоянка Салихард-1, которую выявил Валерий Николаевич Чернецов в 1946 году, ожидающий здесь дороги в Мангазею, вот, она его больше всего интересовала и поразила, да. Ну, это не стоянка, это поселение, то есть, на этом холме существовало поселение возрастом около 5 тысяч лет от наших дней. Мы обнаружили остатки жилищ, причем остатки сгоревших жилищ, и, ну, вот еще неразобранные остатки захоронения неолитических, то есть, это ямы с охристыми, так скажем, пятнами. И ранее здесь были обнаружены погребения, вот, то есть, в течение, наверное, 200 лет примерно, да, примерно в эпоху раннего металла, ну, 5 тысяч лет назад, 4 тысячи 800 лет назад, вот в эти периоды, по ним есть радиоглеродные даты, здесь функционировало поселение, функционировал могильник. То есть, на этом же месте, да, где сейчас стоит чудесный город Салихард, вот, сюда 5 тысяч лет назад пришло население с южных, восточных территорий, западных территорий, и основало здесь населенный пункт. И с тех пор началась история, так скажем, постоянного населения севера. То есть, именно с этого времени, да, это, то есть, появились первопоселенцы, и с тех пор жизнь людей, расселение людей на этой территории стало непрерывным. Если до этого времени это были эпизодические группы, то есть, у нас самые ранние, самые ранние данные о слоях эпохи Плистоцена, когда сюда могли проникать люди, относятся к возрасту 46 тысяч лет. Это, кстати, не так давно было открытие наших коллег, новосибирских географов, которых мы, в общем-то, ну, не то чтобы мы принудили, но убедительно попросили, ребята, почему бы вам не искать, не поискать самые ранние палеолитические поселения на севере. Они приехали, добрались практически до Салихарда, и недалеко от Салихарда нашли ранние плестоценовые отложения возраста вот 45-46 тысяч лет. Что это значит? А это значит очень многое, потому что, вот это случилось в 2019 году, пять лет назад. То есть пять лет назад мы узнали, что оледенение, оледенение, да, начало протайку раньше намного, на территории Северной Азии, нежели на территории Северной Европы. То есть в то время, когда весь скандинавский полуостров и британские острова были покрыты толстым слоем льда, включая там Гренландию, все такое прочее, здесь уже растаял лед, и сюда устремились большие стада северного оленя, мамонта, вот, и за которыми проникал, сюда мог проникнуть древнейший человек. У нас самая ранняя находка и единственная, да, усть-ишимский человек. Это опять же, вот, 45 тысяч лет назад. Но это, как бы, устье Ишима, это тут тысячу километров южнее, но и здесь были обнаружены, так скажем, слои, это уже времени, что он говорит, что от льда территория Ямала начала освобождаться намного раньше, чем нам представлялось. Да, потом было снова похолодание, и снова примерно там, через несколько, через примерно там 15-20 тысяч лет опять наступило оледенение и похолодание, но уже не такое интенсивное. В любом случае, в последующей эпохе в раннем Голоцене, то есть вот 10 тысяч лет назад, когда началась наша геологическая эпоха, с вами, в которой мы живем, территория Ямала освободилась от льда намного раньше. И если у нас на Ямале есть поселение охотников эпохи Мезолита, да, вот эпохи, когда люди изобрели вкладышевые орудия и смогли расселяться по широкой территории, они здесь есть, а в Скандинавии их нет. То есть тогда там был лед. И западносибирская равнина, вся западносибирская равнина и вся Северная Азия освободились от льда намного раньше, ну, лет на 5 тысяч пораньше, чем Северная Европа, если чего, да, так вот. Такое ощущение, что эти тысячи, как пять минут, ну, ну, да, как пять лет. В нашем сознании, как бы, исследователей, ну, есть что-то подобное, да. Вот, да, действительно, это очень длительные периоды, но тем не менее, это случилось. И у нас существует такой западносибирский, мы его называем, югорский археологический феномен. Это массовое расселение людей на территории северо-западной Сибири. Дело в чем? Вот на территории современной Югры, а это Северная Тайга, таежная зона Северной Тайги, и которая сопредельна с сосед Ямала, Ямал-Ненецкого округа. На сегодняшний день на учете стоит 7300 объектов археологии. Это, эти объекты были выявлены, большая часть их была выявлена за последние 30 лет, 6,5 тысяч объектов мы выявили за последние 30 лет. Так вот, на аналогичной территории, для примера, все познается в сравнении, вот иначе этого не понять. На сопредельной территории, аналогичной, по западным склонам Урала, это республика Коми, Пермский край, это тоже таежная зона, но только европейской Тайги, они, оба этих регионы имеют одинаковую по площади территорию, примерно на 500,5 тысяч квадратных километров. Так вот, там за 300 лет археологических исследований обнаружено было 2700 археологических объектов за 300 лет, а здесь за 30 мы обнаружили 6500. Вот. На территории Ямала-Ненецкого округа на сегодняшний день на государственном отчете стоит около 600 объектов археологического наследия, и большинство их расположено в бассейне реки Аби, вот, и там притоков Пура, там, вот, на Ямале не очень много, хотя, все, что выявлено на Ямале, выявлено благодаря нефтегазовому освоению. Вот. И на Ямале были обнаружены поселения, ранние поселения каменного века возрастом там, свыше 8-9 тысяч лет. Чего неизвестно на территории Норвегии, северной Швеции. Сразу возникает вопрос, почему эта территория оказалась настолько популярной, настолько привлекательной? Почему коми меньше? Первое и самое главное, это вкусный северный олень. Вот. Потому что, ну, на мамонтов никто не охотился, и сейчас в Африке на слонов не охотятся. Вернее, охотятся, да, но очень специфическим способом, используя яд, очень маленькие луки, там, да, тайно подкрадываются, чтобы слон не заметил, да, поэтому охоты на мамонтов не было. Вот она оленя была. Олень, это массовое животное с вполне себе предсказуемым этим, так скажем, биологией вида, да, жизненным циклом, и постоянно размножающаяся, вспомню только таймырскую популяцию дикого северного оленя, которая 20 лет назад достигла своего пика, по-моему, миллион сто или миллион двести голов. Это сейчас у них депрессия, по-моему, до 500 тысяч упала, да, перестреляли волков, и, да, начался мор. Вот, и тогда здесь были многотысячные стада северного оленя, дикого, то есть не нужно было их пасти, вот просто приходи и бери, и кушай. Вот, а что такое голод? Ну, в общем, для человека прошлого голод очень сильный мотиватор, особенно, да, на южных территориях, где, в общем, все живое съедается достаточно быстро, вот, и поэтому люди предпочли жить здесь в более суровых условиях, но быть сытыми. Можно еще сразу мне вопрос возник? Стоянка Салихард-1, ось Полуй, еще у нас есть, я помню, один археологический памятник, вот он за пределами Салихарда находится, тоже древнее, по-моему, поселение, вот взаимосвязь есть, это вот одни и те же люди или разные? Ну, взаимосвязь, может быть, только хронологическая, да, потом надо не забывать, да, вот, пять тысяч лет туда, пять тысяч лет сюда, не все эти поселения существовали одновременно, да, есть такая специфика северных памятников, это вот здесь, на мысу, так случилось, что в одном месте, да, расположены слои поселений, начиная от пяти тысячелетней давности, вот, вплоть до села Абдорского, большинство археологических объектов расположены дисперсно по территории, люди не задумывались жить вот здесь или жить вот здесь, ну, что-то не понравилось, что-то там, как говорится, какие-нибудь маячки замаячили, вот, давайте в другом месте, пойдем в другое место, плотность населения не была столь высокая, а плотность, так скажем, пищевых ресурсов достаточно большая, вот, и поэтому никто, так скажем, не задумывался о том, вот здесь жить или не здесь, что надо вот держаться за какое-то место, вот такой, вот такой привязки древнего древнего аборигенного населения, коренного населения к земле, собственно, не существовало, вполне себе свободно перемещались по территории, там, где еда, там, там мы будем жить, и там, где вот комфортно, там, где много еды, там, где мы чувствуем себя защищенными, вот там мы и будем жить, а на этом мысу, на другом мысу, на следующем, вот, поругались древние Иван Иванович с Авгоном Никифоровичем, да, вот, ну, и вот разделился род, и одни стали жить на одном мысу, другие на другом, усть-полуйские материалы есть и на Абдурском холме, так что, и асинхронно они городище усть-полуй, или они его предваряют, или население с усть-полой туда переселилось, это задача научного исследования, ну, которую рано или поздно мы решим, нам самое главное, эти источники извлечь и сохранить. Сколько еще продлятся работы нынешние, и что будет дальше? Я думаю, что, по крайней мере, в рамках договора и УКС-администрации города рассматривает вопрос о продлении этих работ в следующем году, ну, тем более, что они были начаты не так, как хотелось бы, в связи с тем, что, ну, в общем-то, у Салихарда, у культуры Салихарда были свои плановые мероприятия, вот, и они продолжались, казачьи и кадетские лагеря, вот, поэтому и работу начали поздно, я думаю, что не продлятся в следующем году, весь полевой сезон, мы вот сейчас подаем фонд президентских грантов проект, Абдорский острог, надеемся получить поддержку, и, если что, в общем, будем делать онлайн-трансляции, попытаемся воссоздать в 3D, сделать выставки по этому поводу, по поводу результатов раскопок, то есть в следующий год раскопки, мы надеемся, что они продлятся, и порадуют нас и жителей города новыми интересными находками, и, так скажем, сопричастностью к находкам этого года. Да, Олег Викторович, а можно спросить, а вы будете это все консервировать на вот период, зимний период, и каким образом это происходит? А вот как раз сегодня у нас по этому поводу, в администрации города Салихарда состоится совещание, что и как мы с этим будем делать? А обычно-то как? Какая будет степень консервации? Нет, ну, консервация обычно совершается после производства работ, но нам же надо работу продолжать еще и в следующем году. То есть то, что мы будем консервировать, это совершенно точно. Мы, наши находки, да, наш культурный слой, который еще не изучен, естественно, законсервируем на всякий случай. А вот какова будет форма, степень этой консервации, мы вот будем обсуждать с нашими заказчиками и с нашими коллегами сегодня. Ну, до следующего полевого сезона вы все это там брезентом прикроете? Существуют разные способы консервации. Брезент, это очень хорошо, но очень дорого. Ну, да, у нас же существует масса продуктов углеводородного синтеза. Ну, мы же здесь занимаемся чем? Добычей углеводородов, да. В общем, соответственно, будем использовать продукцию, которую, в общем, добываем, сырье, из сырья, которое мы добываем здесь. Поддержим нашего газонефтедобытчика и производителя синтетических материалов. А вот еще уточнить, вы сказали, что построение из лиственницы, это, получается, местное дерево использовалось в строительстве. Да, Абдурский острог строили из местной древесины. Вот дом священника Васильевской церкви строили явно из южной древесины. И по документам там, ну, вы, наверное, заметили, да, есть усадьба Ламбинах, там такой необычный амбар, построенный из судовых деталей, из барки. Вот. Все освоение Севера и все строения Севера, начиная с конца 16 века и с 17 веки, строились из судовой древесины. Ну, о чем приехали, разобрали, собрали. Своих-то деревьев у нас так немного. Немного. Поэтому существовала целая индустрия производства судов, например, ну, если раньше, допустим, Мангазею строили из кочей, то есть там, конечно, есть древесина, но строили из деталей кочей, потому что туда приходил караван, загруженный продуктами, разнообразными средствами лова, там, всем чем угодно, в общем, все в полном обеспечении. А 10 кочей караван, например, да, ну, то обратно уходил один, ну, потому что мягкую рухлядь можно вывезти и на одном. Да. Вот. И в последующие годы, допустим, известно, что Васильевская церковь, тоже существует документ, по указу императрицы Елизаветы Петровны, была построена в 1745 году, да, для чего было велено барку тюменской выделки привезти в Абдорск, барку изломать и на гуру втащить безоговорочно из нее построить. Вот эту барку мы тоже, детали этой барки тоже находим в раскопках. Вот. Что такое барка? Это вот такая, по сути дела, аппарель, да, вот, в которую загружались товары. Это судно с билетом в один конец. Тюмень-Салехард. Все, она сюда приходила, здесь ее разбирали, соответственно, строили из них хозяйственные разнообразные помещения, да и жилые в том числе использовались и для жилых. А конструкцию самой этой барки как-то меняли при строительстве, чтобы там не сильно гнутые? Вот, видимо, ее и делали, да, ее делали не из гнутых. Это был такой, такой пятиугольник. Угу. Да. Чтобы потом здесь проще. Но, к великому сожалению, даже вот эти пятиугольники, барки, ну, есть несколько эскизов художников европейских 18-19 века точных данных о том, какой был размер, да, какова была конструкция от этого судна, мы не знаем. церковь из корабля. Да. Это здорово. Вот тоже есть... дюжrea. тюба. Продолжение следует...